Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас очень интересный контент, ролик с экспертами, мастерами, знатоками своего дела Глебом Задой и Евгением Болдиным. Это аналитики проекта Аналитика Онлайн. Ребят, приветствую вас. Спасибо, что нашли время, подключились, поддержали опять же инициативу с нашей стороны. Мы, как люди, вращающиеся, скажем, в одной сфере финансовой и интересующиеся тем, что происходит на финансовых рынках, безусловно, должны делать контент, который априори может помогать также тем, кто ищет возможности принимать инвестиционные решения, торговать и так далее. Поэтому, с вашего позволения, сегодня будут такие локальные призывы к вам помочь разобраться в текущей рыночной ситуации. Я не знаю, ребят, какой там актив интересен вам, можете ли вы сделать акцент на какие-то сектора, там не только рынок Форекс, фондовый рынок, может быть, сырьевой. Возможно, у кого-то есть предпочтение, вот кто-то разбирается, например, в аналитике нефти, другие активы не трогают. Я еще не знаком детально с прям вашим конкретным аналитическим творчеством. Но если у нас будет сегодня возможность немножко размазать контент по разного рода активам и помочь, опять же, тем, кто интересуется все-таки разобраться, как и что с ними может произойти дальше, будет прям совсем круто. Поэтому, ребята, еще раз большое спасибо, что подключились. Давайте тогда начинать. Первое, наверное, что меня интересует, это не только меня, это вот, безусловно, грядущие выборы в США. И кто станет президентом? Байден или Трамп? Вопрос, риторический вопрос, который, в принципе, не должен требовать ответа, потому что никто не знает. Но мне интересно, вот в пользу кого из этих стариков вы склоняете себя? Давай я начну. Во-первых, всем добрый день. Добрый день и нашим зрителям, да, и компания Маркетс, и тебе, конечно, Артем. Собственно, отвечая на первый вопрос, мне вот на самом деле совершенно без разницы. Объясню, почему. Потому что, ну, без разницы, кто станет президентом, имеется в виду. Объясню, почему. Потому что очень много было ожиданий по поводу выборов Трампа. Еще в прошлом году, хорошо сказался, да, выборов Трампа, да, выборов президента США, очень много было ожиданий, я помню, в прошлом году по поводу этих выборов, потому что все говорили, что смотрите, как рынок перегрет, смотрите, значит, в следующем году выборы, неизвестно, там, Трамп сохранит свое кресло или не сохранит. Если не сохранит, на рынках будет полный коллапс. А по факту этот же год, он вообще перевернул абсолютно все представление ситуации на рынках, да, потому что у нас вмешался коронавирус раз, и это отодвинуло уже выборы на второй план. И второе, это просто безумное наливание денег в рынок, собственно, что поддержало рынки во время этого локдауна коронавирусного. Поэтому мне кажется, что если мы год назад говорили, что главная новость 2020-го для финансовых рынков это выборы в США, то сейчас я это уже ставлю на третье место. То есть первое, это коронавирус и как развивается вся эта история. Второе, это, соответственно, вот эта ликвидность, которая была влита в финансовые рынки. И на третьем месте выборы. Мне кажется, сейчас уже совершенно без разницы. Я даже с точки зрения формирования собственного портфеля скажу следующую вещь. Я инвестирую деньги, например, в историю с IPO, где у тебя есть локап 3 месяца, и ты должен понимать, что ты будешь держать бумаги какое-то время, и ты на 3 месяца вперед должен смотреть, чтобы они там не упали. И я думал, что, честно говоря, перед выборами, вот там, октябрь, сентябрь, да, и даже август я не буду участвовать в IPO. На самом деле получается сейчас совершенно все иначе. Я продолжаю точно так же инвестировать в историю с IPO, несмотря на выборы в США. Я думаю, что даже там, неважно, кто придет, Байден, Трамп, это никоим образом существенно не отразится на рынках. Да, возможно, какая-то волатильность, но рынки сейчас держат огромное количество денег, и рынки сейчас держат, с одной стороны, да, от падения, а от роста рынки держат, мне кажется, нависающую угрозу второй волны коронавируса глобального, да, которая сейчас есть в мире. Я так понимаю, что ты не разделяешь позицию того, что два представителя, это две партии, две совершенно противоположные предвыборные кампании, две, как бы, фигуры, которые отстаивают разные ценности, разные интересы и разных категорий, опять же, граждан. Ну, то есть, ну, по-простому, например, Трамп, это, с учетом той риторики, которая нам знакома уже по нему, это фондовик, а тот же самый Байден, который многих пугает своими инициативами касательно налогов для корпоративного сектора, это антифондовик. То есть, ты не разделяешь такую точку. Ну, еще раз скажу, что сейчас в большей степени вот ситуацию на рынке определяет Федрезерв. И мне было бы гораздо важнее, мне кажется, сейчас смотреть на политику Федрезерва, что будет Федрезерв делать, потому что для меня, например, очень большой вопрос. Они налили кучу денег, как они эти деньги будут изымать из финансовой системы. И вот это, ну, как бы, будет играть гораздо большую роль для того, как будут развиваться события на рынках, чем тот, кто станет президентом. Безусловно, президент будет тоже влиять на всю эту историю, да, будет влиять на решение Федрезерва. Мы там думали все относительно недавнего времени, что ФРС – это ФРС, президент США – это президент США. Да, как выяснилось, президент США оказался настолько настойчивым, я говорю сейчас про Трампа, что он такое ощущение, что очень прямо руководил решениями некоторых членов комитета по открытым рынкам, да. Поэтому, в общем-то, понятное дело, что там, если Трамп сохранит свое кресло, то вот эта риторика там, экономика должна быть сильной, Америка должна быть сильные, фондовые рынки должны расти, она будет продолжаться, скорее всего, там как-то более мягко все будет для рынков. Если придет Байден, понятное дело, наверное, что рынки отреагируют, все-таки, несколько больше волатильности. Но, мне кажется, все уже, честно говоря, в ценах. Рынки сейчас откатили назад, все после обновления максимумов, и стабилизировались, и поэтому, в общем-то, я не жду ничего там особенного. Даже вот, несмотря на абсолютную большую разницу в политике, да, в, действительно, то, что ты говоришь, там, разные, на разных людей ориентированы эти президенты, да, на разную аудиторию, совершенно разная повестка, там, совершенно разный подход к экономике, к рынкам и так далее. И я думаю, что все уже в ценах. Евгений, а что думаешь ты, Трамп или Байден? Так, ну что ж, во-первых, тоже всем привет, уважаемые зрители, коллеги. Ну, я вот, наверное, ну, не совсем настолько не слежу за выборами. Мне вот, конечно же, больше импонируют позиции, чтобы Трамп сохранил кресло, потому что как при нем растет фондовый рынок американский, вот так бы он и рос дальше. Безусловно, сейчас в преддверии выборов понятно, что нам немножечко предрезерв подсуропил, потому что сказал, что все, мы больше денег вливать в экономику не будем, будет понятно, кто президент, после этого уже будем смотреть дальше, какую программу смягчения, какие вообще цели будут поставлены новым президентам, и от этого уже будем идти. То есть в какой-то мере у нас сейчас вливание в рынок денег со стороны Федрезерва приостановилось, ну и это очень хорошо видно по динамике индекса S&P, который откатил с хаев 3570 в пунктах по стоимости, но я благополучно дважды его уже закупил в районе 3,300 и в районе 3,200, и причем последняя закупка была как раз вот в районе 3,300, где-то 3,320-3,315 в пунктах. После того, как Трамп сказал, что у меня ковид, положительный результат, вот и мы будем бороться. А после того, как сразу пошли твиты о том, что он начал принимать уже стероидные препараты, которые уже на самых поздних стадиях и самых худших стадиях ковид, и вроде как, значит, он нацелен на благополучное возвращение в какую-то борьбу в этой гонке предвыборной, и S&P полетел. Конечно, многие смеются о том, что он просто отзвонился и сказал, «Ребята, я обещал всему миру, что S&P будет на максимум перед выборами, а мы что-то откатились, не совсем правильная риторика, давайте заново покупать, вливать еще денежки». Индекс возвращается, набирает снова обороты, поэтому, конечно же, но это может поддержать и, в принципе, ту риторику, которую он говорил еще перед своим избранием в 2016 году. То есть он сказал, «Make America Great Again». В принципе, фонда американская очень неплохо себя в этот период чувствовала, и, по сути-то, вливания были крупные только вот в период эпохи пандемии, то есть мы где-то в конце 2019 года получили первые вливания со стороны Феда, и в апреле месяц начались основные вливания денег, как раз мы увидели V-образное восстановление по индексам, и, в принципе, на мой взгляд, это как раз вот динамика к тому, что Трамп постарался сделать все возможное для того, чтобы все-таки экономика американская, она как-то более легко перенесла всю вот эту пандемию. Да, последствия этого могут быть очень интересны, но, по крайней мере, действия в моменте, они все-таки в пользу бизнеса и в пользу людей. Что касается его последних твитов, я с большим удовольствием за ним слежу, это лучший фундаментальный анализ, наверное, на текущий момент, даже никакой экономический календарь не нужен, достаточно будет просто на него подписанным. Речь была о том, что сначала он сказал, что никаких стимулирований экономики больше не будет до выборов, и тут вроде как они снова сели за стол переговоров с демократами, что давайте все-таки, да, давайте будем какое-то стимулирование вводить. И на этом фоне рынки не могут определиться, вот даже то же золото, которое без стимулов дополнительных от штатов, ну, со стороны Федрезерва, оно падает. Тут же Трамп говорит, нет, все-таки давайте сядем за стол переговоров, золото опять начинает расти. Что-то опять сорвется с переговоров, золото опять будет падать, поэтому вот я думаю, что те, кто торгует драгметаллами, наверное, пока лучше в принципе воздержаться от каких-то входов. А вот с точки зрения фондового рынка, S&P, я думаю, что перехай мы точно увидим, поэтому спокойно можно покупать, если вы в покупках держите. То есть, ну, вот моя такая позиция, и поэтому я жду и верю, наверное, в Трампа. Верил в него в 2016 году, вот даже ставку букмекера делал, вот. И в этом году пока опасно ставить, вот, ну, как-то ладно, уж посмотрим, ставим на рост экономики. Слушай, вот, кстати, интересный комментарий. А ты не помнишь коэффициенты, какие были тогда? Помню, один, 165. Вот. Ну, 165 был коэффициент. Хороший был уже на тот момент. Наверное, на самом старте вообще, где-нибудь в год 2015 или 2014, когда, может быть, только появился вообще этот ставк. Наверное, там вообще за 500 было. Вот. Я уже заходил, это был июнь. Да, июнь 2016 года брокер, ой, брокер, букмекер, да, так, наверное, правильнее сказать, винлайн, и 165 они давали тогда на победу. Слушай, 1.165 или 165? Нет, 165. То есть я имею в виду соотношение 1 к 165, вероятность победы именно там. То есть, ну, хороший коэффициент, тысячу внес, 165 забрал, прям хорошо. Я удивлен. Но самое, самое в тот момент было подозрительное, то, что не выплачивали выигрыш до тех пор, пока не пройдет инаугурация. То есть тоже был такой своеобразный тонкий момент. Я не знаю, мы же думали, что там будет пересмотр, пересчет, там еще какие-то нюансы. Вот. Но в итоге инаугурация прошла, и ладно, окей, заберите свои деньги. То есть, ну, было прям приятно. Такая была реклама вайна. Слушай, коэффициентам прям удивил. Я, честно говоря, прям поражен. Интересно будет даже посмотреть, после этого эфира зайду, гляну, какие сейчас коэффициенты есть. Я уже гуглю. Уже у винлайна, да? Можно ли вырегистрируете фондовым рынком? Ребята, я, честно говоря, в принципе согласен с тем, что фондовый рынок очень многому обязан. Трампу, конечно же. Потому что Трамп своей импульсивностью, может быть, своими этими перепадами настроения, постоянными, он периодически, может быть, и провоцирует какую-то коррекцию. Но потом его обещание, веру в великую Америку, вновь вселяет всех возвращаться в эти активы, в эти активы, на знаках, это Джонс и эти максимумы. А если какая-то компания становится слишком дорогой, просто проводит сплит, и начинается гонка заново, как это было недавно со всеми известной Тесла. Кстати, вот по поводу того, разделяю ли я позицию победы Трампа, я считаю, что, точнее, победы Трампа, я считаю, что да. Может быть, даже сейчас, если оценивать расстановку сил, Трамп проигрывает Байдена, там не то, что было существенное отличие, ну, где-то процентов, наверное, процентов 6 он проигрывает. Ну, может быть, чуть меньше. Знаете, какой риск может получиться? Что когда выборы-то начнутся, и вот это минимальное отставание друг от друга, оно таким минимальным и останется. И вот это может спровоцировать не просто какую-то дичайшую волатильность, это может войти в историю, потому что каждый из них, ведь сейчас будет цепляться за сам факт пандемии, за то, что люди, ведь там тоже будет дистанционное голосование из-за этого. И, опять же, это причина для того, чтобы каждому из них оправдать свой проигрыш легкостью фальсифицировать и манипулировать данными, которые подвержены вот такому электронному подсчету. И вы помните, вот когда первый дебат прошли, ведь оба они, допуская сценарий того, что они проиграют, все-таки сделали акцент на то, что мало выиграть выборы, нужно будет еще доказать эту победу. Опять же, сейчас непонятно, кто станет еще верховным судьей в Штатах. Каждый топит за республиканца, за республиканца, демоката, за демоката, потому что Трамп тоже интересная инициатива, что решать, кто выиграл на огонке, будет не народ, а верховный судья. Уж тоже реакция дикая была рынка. Ребят, я топлю за Трамп. Я покупаю фондовый рынок давно. Может быть, это, знаете, не объективный взгляд, наверное, а желание желаемое за действительное. Но я считаю, что объективная оценка тоже сейчас все-таки укладывается в то, что у Трампа есть все шансы одержать победу. Как вы думаете, кстати, 15 октября, по-моему, следующий этап дебатов у них с Байденом. То есть это, по-моему, среда или четыре недели. Ну да, вот когда появились новости о том, что он подхватил коронавирус, многие считали, что эти дебаты перенесут, но, насколько я знаю, он подтвердил уже участие. Поэтому и очень рассчитываю на то, что в этот раз он не позволит себя положить на лопатки Байдену. Очень надеюсь на то, что эти дебаты будут для него результативными. Изменится расстановка сил, баланс в свою сторону. И я стану еще более уверенным в том, что нужно держать отдельные активы фондового рынка, S&P, Nasdaq и Dow Jones. Ну вот, кстати, друзья, тем, кто будет смотреть нас, конечно же, они двигаются в одном направлении. И Nasdaq, и Dow Jones, и S&P. Но я бы все-таки рекомендовал посмотреть на Dow Jones, потому что это тот индекс, который еще не сделал максимум. То есть у него есть все шансы выйти на уровни, которые мы наблюдали в начале 2020 года. Секундочку, сейчас. Там чуть-чуть, по-моему, мы не дотянули до 30 тысяч. Ну да. Сейчас, ребят, секундочку. Да, по Dow Jones был high 29 540. Мне кажется, что психологическая вот эта планка, она будет все-таки в 30 тысяч сделана. И я держу. Ланги считают, что, может быть, даже будут все предпосылки уйти к этим максимумам вот в оставшуюся часть октября и вот, может быть, в первых числах ноября. По крайней мере, точно на что мы можем рассчитывать, это на волатильность. А волатильность штука такая, что 5-7, может быть, 10% вверх-вниз точно сходим. Ребят, опять же, а что вы думаете по доллару тогда? Я думаю, сейчас, может быть, даже не рассматривать доллар, хотя, если хотите, можем это сделать против каких-то других инструментов. Индекс доллара. То есть, правильно я понимаю, что ставка на рост фондового рынка – это, разумеется, ставка на снижение курса доллара. То есть, если мы с вами сейчас обсудили перспективы, бычьи перспективы фондового рынка, значит, мы должны быть сейчас едины во мнении, что индекс доллара будет снижаться. Верно? Ну, наверное, начну в этот раз я. Своё видение расскажу. Доллар, в принципе, у нас, ну, вот он прогулялся на очень хорошую поддержку. Это в районе, ну, 92-92,5. То есть, была, в принципе, такая достаточно техничная область там, и оттуда у нас несколько раз сотку попроисходили, американская валюта, если говорить про сам индекс американской валюты. И, как мне кажется, мы сейчас увидим некую такую стабилизацию. То есть, несмотря на то, что у нас есть припосылки для того, чтобы фондовый рынок действительно пока что еще рос американский, то валюта американская, она скорее может превратиться сейчас в такой актив фондирования средств, если особенно она опять вернется по индексу где-то в район 92 пунктов. То есть, ну, вполне нормальная зона для того, чтобы снова покупать доллары. И мы увидим просто такую горизонтальную коррекцию, которая у нас, в принципе, уже сейчас один импульс ее был. В район 94 индекс американского доллара поднялся. Оттуда снова сейчас падает. И я думаю, что вот мы увидим вот как раз вот такие вот качели. 92-94 будут закидывать-закидывать деньги в доллары. Тем самым, в принципе, пока что доллар все равно является достаточно привлекательным, особенно по отношению ко многим валютам, к евро, к фунту. То есть цены такие, что доллар покупать можно и даже, наверное, нужно. Вот к рублю, конечно, не все так радужно. Тут уже, наверное, поздно покупать доллар, вот если мы про Россию говорим. Но, тем не менее, для других мировых экономиков, в принципе, вполне адекватная цена. Поэтому скорее индекс доллара, ну, на мой взгляд, хотя бы где-то до января, может быть, даже прям до инаугурации президента, может превратиться в такой вот определенный актив фондирования. И мы, ну, каких-то, прям, сверхвалатильных движений именно по валютным парам к доллару видеть не будем. То есть, ну, в данном случае для меня вот пока что, я в большей степени, если брать там рынок Форекс, смотрю за евро-долларом сейчас и, как бы, проецирую всю картинку, которую вижу на индексе американской валюты, именно туда. И получается картинка, что если мы снова сходим на 92 по индексу, это отличная область в этот момент продать валютную пару евро-доллар, скорее всего, где-нибудь до 1.15. А оттуда, ну, на весь 2021 год, уже без разницы, кто будет президентом, я думаю, что мы можем увидеть новое падение американской валюты, продолжение, к примеру, роста фондового рынка, и уже тогда, как бы, полная распродажа евро где-нибудь 1.21-1.22. Ну, опять же, усилить вот это вот падение и выход из какого-то узкого диапазона по самому индексу доллара на той же валютной паре евро-доллар может еще их ситуация с пандемией, их проблемы, их перегретый фондовый рынок, и, ну, как бы, там может быть более глубокое просто падение самой валюты, нежели чем-то, какое-то укрепление американского. То есть тут многие факторы в одно сольются. Не факт, что это будет вторая волна пандемии, основным таким драйвером этого движения, но сам американский доллар, я думаю, вот те, кто ищет возможность его прикупить, откройте индекс доллара, ждите падения к 92 пунктам и покупайте валюту, смотрите, там евро-доллар селл, фунт-доллар селл в этот момент вполне нормальная история будет. А почему 92-то только? Почему не ниже? Ну, если ниже, то, на мой взгляд, это какие-то такие попытки флеш-крэша, то есть чисто хвостовые забросы в моменте, может быть, 91, но не ниже. То есть зона достаточно хорошая, вот, ну, если даже смотреть какие-то недельные области, то, ну, 91,7, 91,8. Но я все равно плюс-минус говорю, рынок сейчас очень полюбил четные числа, то есть даже вот там на многих сырьевых инструментах, также нефть, тоже золото, отрабатываются очень часто четные уровни, кратные, вот. И в данном случае 92, поэтому для меня смотрится лучше, чем там вымерять вот это прям точностью до миллиметра, 91,653, например. То есть, ну, смысла в этом нет, все равно область, она есть область, и как бы почему бы в ней уже не поработать полноценно? Может быть, даже это будет какая-то отправная точка для более сильного роста американской валюты, но пока что не видит просто горизонтальное движение. Слушай, а вот как тебе прогнозы? Сити 87 и Сакса 82 по 11 долларов. Ну, не, прогнозы прикольные, я могу так сказать. В какой-то мере, если мы с горизонта выйдем, там, к примеру, вот отобьемся от 96 вниз, то да, конечно же, да, то есть, как бы, не вопрос, мы с 96, с 97 можем и на 88 уйти, и это вполне нормальная будет история. Но первый подход к уровню, там, 92, ну, и область, там, 92, к примеру, 91,7, я думаю, что это все равно будет как раз хорошая зона для того, чтобы закупиться валютой, ну, хотя бы на вот этот вот период декабрь-январь, то есть пересидеть зиму, так скажем, а, ну, дальше уже смотреть по ситуации, взглянуть трезво на перспективы экономик на год 21, особенно по итогам как раз тех результатов, которые показал год 20, а тут как бы все очень плачевно, вот, если даже смотреть на ВВП стран и так далее, и тут уже будем работать по той ситуации, как быстро будут экономики, там, восстанавливаться, и если это все опять будет уходить в замедление, ну, и тогда шертанут хорошенько, и прогнозы сети успешно реализуются. Евгений, слушай, а вот если говорить про конец 2020 года, например, ухудшение ситуации с ковидом, победы Трампа, новые экономические стимулы, положительные решения Конгресса, еще там триллионных, двух или трех плеваний в экономику, заставит тебя изменить свое решение и сказать, что доллар – это аутсайдер? Я думаю, что нет. Пока что нет. Вот даже несмотря ни на что, как бы доллар вот до конца 2020 года для меня, несмотря ни на какие там моменты, останется таким, ну, активным фондированием. 21-й, да, скорее всего, он проиграет позиции многим валютам, но сейчас пока нет. Я это как бы вот на перспектив не вижу. Хорошо, а если конвертнуть все это в какую-то торговую рекомендацию, сейчас шортить до 92, а потом покупать, или можно прямо покупать сейчас, когда у них 30-93-40? Ну, я больше в последнее время превратился в трейдера таких лимитных ордеров, по рынку уже достаточно редко, поэтому, наверное, вот в области 92-х, чуть ниже, это как раз хорошая зона для покупок, ну и, соответственно, конвертация – это сделки на валютных парах, то есть почему нет, особенно для трейдеров Форекс. Опять же, рекомендую присмотреться к евро-доллару, который, скорее всего, при достижении там индекса долларов будет находиться в районе 92-х, то евро-доллар – это как раз, наверное, 1, ну, 19-700, 1,20 может быть, как раз в моменте мы увидим этот залп. Оттуда вполне логично какая-то коррекционная область переписать минимум прошлого месяца, если мы берем евро-доллар, и, соответственно, на индексе доллара переписать максимум прошлого месяца, то есть сентябрьский, как раз на 94,5 он был, то есть уйти на 96, в моменте может быть 96,5, и вот там искать хорошую зону на продажу, и во всем потом, если что, видеть Сити, который скажет, что будет 87. Я тоже предпочитаю периодически прибегать к прогнозам инвестбанков, потому что нужен козел отпущения всегда, чтобы, если что, сослаться. То есть я старался, но вот ребята меня переубедили. Глеб, ну а ты как настроен по доллару? Все-таки вверх или вниз? Самый любимый вопрос для любого трейдера, вверх или вниз для любого аналитика. Ну, на самом деле, сейчас, понятное дело, что доллар это в некотором роде производная такая от американского фондового рынка, и рост американского фондового рынка вызывает снижение, индекс доллара, падение фондового рынка вызывает. На обратную историю, да, то есть все убегают в баксы, дабы сохранить свои активы. Вот. Я думаю, что, опять же, возвращаюсь я к истории про политику Федрезерва. У нас сейчас очень много, опять же, разговоров, не в нашей конкретной беседе, а вообще, в принципе, про какие-то локальные истории, про там выборы президента, про какие-то отдельные компании, про какие-то отдельные валютные пары. А нужно понимать, что сейчас у нас весь финансовый рынок мировой, он очень сильно централизовался вокруг Соединенных Штатов Америки. По большому счету, сейчас нам совершенно неинтересно, что происходит на европейских фондовых площадках, на азиатских фондовых площадках. То есть, если раньше была такая полярность, да, что были там у нас и США, и Азия была, и Европа была, там Россия что-то пыталась на что-то еще претендовать. То есть, сейчас вся мировая экономика, вся финансовая экономика, давайте так ее назовем, она все сконцентрирована вокруг США. Там весь капитал, там все инвесторы, все стремятся там торговать, все стремятся там зарабатывать. И определяющая, мне кажется, опять же, это политика Федрезерва. Вот что Федрезерв будет делать с теми капиталами, которыми они накачали финансовый рынок. Соответственно, сейчас вот то падение, глобальное падение индекса доллара, которое мы наблюдаем, это ведь следствие накачивания рынка этими деньгами. То есть, понятное дело, для любого экономиста, для любого трейдера должно быть понятно, что чем больше денег печатается, да, в данном случае мы говорим, ну, там такое, правоусловно говоря, печатание денег, тем дешевле эти деньги стоят. То есть, пока этих денег на рынке много, они не могут быть дорогими, да, и доллар поэтому снижается. Вот что будет делать Федрезерв, то и будет с долларом. Пока мне эта история, она абсолютно не, на мой взгляд, она абсолютно непредсказуемая, потому что рецептов, там, у нас в 2008 году Центробанки открыли для себя прекрасный способ поддержания экономик и фондовых рынков во время кризиса, давайте напечатаем триллионы долларов, триллионы евро, зальем финансовую систему, выкупим облигации, там целую кучу. А как с этим бороться, да, и как обратно забирать деньги, вот этот механизм еще пока не выработан. Когда выработают, и когда начнут применять его на практике, вот тогда посмотрим, какая будет реакция рынка. В целом, если смотреть на картинку, я, наверное, буду солидарен с Евгением относительно диапазона, да, и вот такой стабилизации, так и действительно, ну, я чуть в цифрах немножечко мы с Евгением расходимся, у меня нижняя граница 92, верхняя 95 по индексу доллара, вот, скорее всего, пока мы будем в этом диапазоне, а выход из этого диапазона, он уже там определит дальнейшие перспективы индекса доллара. Если выйдем выше, да, получается 95, ну, стандартная история с диапазонами, если диапазон у нас там 3, да, 3, там, чего здесь доллара, там, да, 3 пункта, 3 целых, там, да, то, соответственно, выход выше 95, это поход на 98. Выход ниже 92, это минус 3, ну, соответственно, куда-нибудь на 89. Истории там 87, 88, мне кажется, пока о них говорить немножко прежде времени. Ну, согласен, то, что какой-то диапазон точно будет, в принципе, разделяю точку зрения, что сейчас доллар объективно находится под давлением всем известных причин, и, наверное, рано говорить, действительно, как поведет себя индекс доллара, там, в районе 92, найдут ли там продавцы силы для того, чтобы продавить там еще ниже. Ну, тоже, пожалуй, ребят, поддержу такой же сценарий, что есть очень, ну, по крайней мере, первая задача, которую нужно сделать продавцам, это добраться до значения 92 пункта. Я тоже разделяю точку зрения, что бак снижается, потому что, прошу прощения, это уже, ну, давно мне валюта защиты, потому что если бы все-таки действительно доллар бы по-прежнему характеризовался таким статусом, мы бы никогда бы не увидели золота таким дорогим, мы бы знали, в какой актив нужно вкладываться деньги в условиях пандемии, но сейчас ставку такую железобетонную на доллар вообще глупо делается, потому что последствия пандемии тоже не до конца еще изучены. Самое лучшее средство, которое нашли для решения этой проблемы, ну, то есть, как и любую проблему, ее нужно решить, можно решить деньгами. Надо там залить деньгами, а там действительно трава не расти. Что будет делать ФРС? Ты знаешь, Глеб, меня тоже очень сильно волнует этот вопрос, но мне кажется, что, наверное, избавиться от такого баланса, ну, невозможно. То есть, что бы они ни сделали там, это будет какой-то, вот, если Джером Паул найдет выход из той ситуации, в которой они оказались, я думаю, что он будет достоин Нобелевской премии по экономике, потому что разрулить тот бардак, который они, конечно же, сейчас создали, ну, критиковать, наверное, их нельзя. У них была задача спасти фондовый рынок, а не спасли деньгами. Просто прецедент такого формата, как пандемия, его еще не было в истории. Может быть, впоследствии, когда мы совсем уже старыми станем, появятся какие-то инструменты, которые помогут работать. Ну, сейчас совсем не скоро. Ну, я думаю, что с этим балансом ФРС будет долго жить. Я допускаю, что он увеличится даже до 10 триллионов, почему бы нет. Ну, может 7 триллионов быть, может. Почему не может 10 быть? Почему не может быть 15? То есть... Ну, кстати, да, почему бы ФРС не стать, да, таким полноценным участником рынка, глобальным инвестором, да, который, собственно, когда все плохо, они так подвыкупают, когда все хорошо, они потихонечку продают и зарабатывают на этом деньги, да. То есть появляются деньги у ФРС хорошо, появляются деньги у участников рынка еще лучше. Да, абсолютно согласен. Сейчас для нас, для инвесторов, какая ситуация? Ситуация без прецедентов экономического стимулирования и действительно, если открыть книжку экономической теории, вы там увидите подтверждение того, что тот центральный банк, который гонит больше всего валюты в рынок, это тот центральный банк, который топит за ослаблением курса национальной валюты. Да, это так. Я считаю, что исходя из такой логики, то есть если мы с вами, ребят, как бы прицепимся к тому, что все-таки без мер экономического стимулирования экономики дальше не справятся, будут новые какие-то шаги стимулирования. Вот Конгресс опять же сейчас обсуждает, наверное, 100% договорятся, потому что последняя статистика, которую мы видим по Штатам, указывает на то, что вторая волна уже начала очень больно бить по показателям о экономике и Штаты, которые надеялись остановиться быстро, нифига этого не сделают. Рынок труда, самый лучший лакмусовая бумажка, я всегда анализирую рынок труда через данные по заявкам, по своей подзывой. Я не жду там нонфарма, потому что нонфарма раз в месяц, а четыре раза в месяц через заявки мы можем объективно оценить, как происходит дело на самом деле. Больше 25 миллионов человек без работы в Штатах, это тогда, когда я помню еще эту эффектную речь Трампа под конец второго квартала 2020 года, когда вроде бы как шумиха стала потихоньку стихать вокруг пандемии, и все поверили в безумный рост и то, что пандемия окончательно отступит. Трамп говорил, что к президентским выборам, к ноябрю, уровень безработицы будет в районе 5%, заявки будут держаться в районе 400 тысяч, и в целом все будет неплохо. Но сейчас ситуация ровным счетом наоборот. Вчерашний отчет, вчера на четверг был, 820 или 830 тысяч новых обращений. То есть в яме серьезно находится рынок труда. И без, конечно же, без потребителей, без здоровых, нормальных, адекватных потребителей, а здоровые, нормальные потребители, которые имеют работу, экономику не вытащат. Вот поэтому я и считаю, что Конгресс точно согласует дополнительные чеки, знаете, которые рассылают по тысячу или по 1200 долларов, получат они все эти безработные, потому что нужны. И здесь Трамп будет заботиться не о том, чтобы помочь людям, у которых сейчас нет денег, а о том, чтобы помочь себе и вытащить экономику, потому что он понимает, что эти деньги вернутся обратно экономить через вот эти процессы перепроизводства, активности и так далее. Ну, по поводу других причин. Ну, я считаю, ребят, что как бы негатив от пандемии, он еще проявится. Дальше, вот только что смотрел статистику, вот в моменте, когда Глеб говорил, Джона Хопкинса, знаете, есть исследовательский центр, который по пандемии, в Штатах 56 тысяч новых обращений было вчера, точнее новых случаев выявленных. Это одно из самых пиковых значений. То есть ухудшается, к сожалению, с каждым днем. Я думаю, что к концу 2020 года будет еще хуже. И в связи с этим я также поддерживаю идею, что американская валюта пока что останется в числе тех инструментов, которые остаются уязвимыми. И по, Евгений, вот твою идею по евро-доллару. 1,20 вполне реально. Мы видим сейчас то, что европейская валюта растет, опять же, на слабости американского доллара. И такая тенденция, скорее всего, сохранится. Я не верю в ослабление евро. Я вижу то, что в целом европейский фонд сейчас не имеет вообще никакого значения, потому что все пляшет от доллара. Говорят то, что американская валюта – спонсор наших движений на финансовых рынках. И в отношении евро действительно отрабатывается эта идея. Ребята, а вот что касается золота. Глеб, мы с тобой, по-моему, эту тему разбирали уже по золоту. И ты, я помню, давал рекомендацию дождаться, по-моему, 1850 и оттуда покупать. Вот просто прекрасно отработала эта сделка, потому что как раз минимум, который мы видели после нашего эфира, это было значение 1848. Ты как в воду глядел. Отбились от этого уровня. Сейчас растем. 1915, то есть это максимум, получается. Ну да, с августа, ну, с начала сентября. И вопрос, как ты думаешь, этот рост продолжится? Или будут еще попытки протащить ниже? Я просто, знаешь, мне кажется, что я, в отличие от многих аналитиков, вместо того, чтобы смотреть в воду, я смотрю на графики. И там все, в общем-то, хорошо видно. Слушай, ну, по золоту. Золото сейчас показывает, ну, действительно, такие хорошие признаки восстановления. И вот сейчас, вот прям в моменте, смотрю на график, опять же, вместо того, чтобы смотреть на воду, да, 1920. 1920 – это сейчас такой очень плотный уровень сопротивления. Если 1920 мы продавим, то в этом случае, ну, можно запросто ждать возврата куда-нибудь в район 1960-1970 долларов за тройскую унцию. Выше я пока не вижу. Вот, честно говоря, выше пока не вижу. И, опять же, скорее, скорее капитал, который там будет искать возможность, ну, инвесторы, которые будут стремиться искать, куда бы вложить капитал, они будут скорее сейчас идти на фондовый рынок, чем в золото. То есть на золоте немалое количество инвесторов в этом году обожглось, как мне кажется. Во-первых, когда была история с пандемией коронавируса, все ждали, что сейчас золото прилетит. В общем-то, оно прежде чем взлететь, сначала неплохо упало, прокинув немалое количество инвесторов. Потом все ждали, что золото сейчас с наливанием денег в мировую экономику покажут какие-то просто фантастические высоты. Там две с половиной, три тысячи долларов в крониску у нас у этого, к сожалению, не произошло. И ведь капитал же ищет возможность найти себе применение в тех местах, где есть какие-то, ну, более определенные тренды. Мне кажется, сейчас гораздо более определенный тренд на фондовом рынке. И вот вместо того, чтобы там инвестировать деньги в золото, инвесторы побегут именно туда. А в моменте 1920, если проходим, то 1970, ну, 1960, вот так вот, прям наверняка, 1970, такой ориентир просто. Пока дальше не вижу. Я, пожалуй, сяду прицепом в твою торговую рекомендацию. Мне нравится, полностью тоже соответствует моему представлению о том, что происходит. Евгений, не поддержишь нас? Нас будет трое уже тогда. Да, и это будет наводить на мысли, чтобы взяли и сообразили на троих. Ну, здесь, наверное, как-то. С одной стороны, с каким-то глобальным направлением, с тем, что золото есть, смысл вставать в лонг. Ну, было, точнее, смысл вставать в лонг в районе 1850. Ну, да, это хорошо. Но я до сих пор жду его ниже. То есть, ну, мой, как бы, уровень лимитки – это в районе 1818-1820. То есть, где-то вот в этой зоне небольшое обновление минимумов я так или иначе жду. Может быть, в моменте оно как раз случится. Если не случится, ну, не то чтобы я сильно расстроюсь, что золото ушло в какой-то, вдруг по какой-то причине без меня вверх, ну, ладно, как говорится, не все же время только на золоте и зарабатывать. Хотя в какой-то определенный период жизни меня, как трейдера, ну, было такое предпочтение даже многих там слушателей моих называть меня «золотой мальчик», потому что львиные доли рекомендации, которые давалось, это было именно рекомендации по золоту. И, как бы, ну, достаточно неплохие. Несмотря на то, что в этом году, вот, взять август, например, вот это вот такая краткосрочная распродажа актива практически там на 20 тысяч пунктов, ну, точнее, пипсов, если брать там терминологию рынков, да, она прошла мимо меня. То есть, ну, как бы, слава богу, я вроде не покупал в этот момент, чтобы потом плакать, там, куда-то в плечо кому-то. Но потом мы уже начали продавать после того, когда Федрезерв, то есть вот последнее сентябрьское заседание, на котором Джером Павлов сказал, что все, мы, как бы, прекращаем стимулирование, ждем уже отмашку от президента и от Конгресса. И в этот момент это было уже с точки зрения именно фундаментальной хорошей области. Это где-то как раз вот 1970-1969 та область цен, откуда можно было начинать продавать, и вот оттуда мы уже продавали. Были у меня такие идеи, которые успешно реализовались там в течение сентября. А вот в октябре пока что вот у меня есть идея купить 1830-20 вот в этой вот зоне 10 долларов за унцию тройскую. Но пока как-то вот, видимо, Греб Евгеньевичным объемом передавливает, вот, и рынок уходит. Ну, как говорится, окей, посмотрим, посмотрим. Я себя нужду именно оттуда, поэтому, но в целом лон туда, куда-то вот дальше, перспективу. На год 21-й я думаю, что смело мы, может быть, даже и 3000 увидим. Ну, по году, если взять, то есть разбивка, если не придираться к какому-то месяцу конкретно, то вполне не это реально. Ребят, ну и, наверное, последний вопрос, чтобы разобрать еще одну секцию, раз уж мы Форекс с вами обсудили. Хотя сырьевой рынок тоже, в принципе, через золото, можно сказать. Нефть. Есть идеи? Что думаете? Будет ли этот актив так же расти, как он это делает в последние месяцы? То есть, наверное, минимум уже таких мы не увидим, потому что вроде как мировая экономика, может быть, и не отходит быстро, как хотелось бы, от последствий, но уже, наверное, не такие последствия, как раньше. То есть спрос постепенно восстанавливается. Ну, я к тому, что верите ли вы в бренд по 70, по 80? Или текущий рост – это как бы ловушка для покупателей и немножко раздутый оптимизм на сохраняющемся негативе? Прежде всего, надо посмотреть на этот негатив и понимать, что вот так вот просто рынок нефти не отпустит. Вер. Мне кажется, здесь надо для этого посмотреть на месячную картинку по нефти марки Brent. И вот начиная, получается, с 2007 года, вот так очень глобально смотреть на картинку, нефть, она глобально очень размашется, но все-таки снижается. И, в общем-то, мы можем попасть в ситуацию, я не помню, в каких это годах была история, когда там 80-е или 70-е, когда это было, когда нефть стоила каких-то сумасшедших денег, потом резко упала и топталась очень долгое время на месяц. Мне кажется, что мы сейчас должны пойти плюс-минус по этому же сценарию. Нефть – это, во-первых, очень сильно спекулятивный инструмент, и мы должны понимать, о какой нефти сейчас говорим. Если мы говорим о спекулятивном каком-то подъеме в район 80 долларов за баррель или 70 долларов за баррель в моменте, легко, вот хоть там, ну, условно говоря, завтра, да, это может случиться абсолютно в любой момент. Если же мы говорим о нефти как об инструменте, который отражает ситуацию в мировой экономике, мне кажется, что последствия для мировой экономики, вот всего этого локдауна, глобального карантина, который был введен во многих странах, эти последствия еще мы можем, скажем так, расхлебывать еще достаточно долго. Я просто даже про Россию скажу, да, у нас, безусловно, экономика очень сильно пострадала от последствий первого коронавирусного, вот этого первого коронавирусной волны, но и вроде бы как жизнь снова закипела, вроде бы как только-только там бизнес как-то начал голову высовывать, да, из-под воды, и тут нас сейчас накрывает вторая волна коронавируса. Кстати, что интересно, да, если раньше все боялись того, что как бы не заразиться, как бы там не заразить кого-нибудь, сейчас у всех только одно обсуждается, всем уже совершенно по барабану там, заболеешь, не заболеешь, главное, чтобы самоизоляцию никого не отправили. И почему так? А потому что все прекрасно понимают, что жизнь стала тяжелее, денег-то больше не становится, денег не становится, причем, что самое интересное, денег становится меньше абсолютно у всех. Денег становится меньше у населения, денег становится меньше у бизнеса, денег меньше становится у государства. И я думаю, что такая же ситуация, плюс-минус, она практически в любой стране, которая испытала на себе вот эти шоки, шок вот этой самоизоляции, карантина и так далее. И докуда нас доведет вторая волна, закроют, не закроют, и какие будут последствия для мировой экономики, и будет ли действительно глобальное восстановление, ну, это очень-очень большой вопрос. И мне кажется, вот текущая динамика нефти, которая, она такая, и не падает, и не растет, это где-то с обществом около 40 долларов за баррель марки Brent, это очень наглядно показывает, что абсолютно никому сейчас непонятно, что будет с реальной экономикой. Потому что финансовые рынки – это финансовые рынки, а реальная экономика, реальный спрос – это сейчас стали совершенно разные вещи. Понятно. Евгений, а ты что думаешь? Ну, я в последнее время от черного золота немного отошел, вот, не слежу, вот, особенно после отрицательных цен на WTI марки, вот, это, конечно, было замечательно, мне до сих пор это, наверное, сложно представить, что ты еще и доплачиваешь, да еще и по 30 долларов, чтобы у тебя забрали эти фьючерсы, забрали эту нефть. Ну, я еще до сих пор в состоянии этого шока, но если мы все-таки говорим про Brent, которая, ну, не испытала такого, таких проблем, как WTI, то, ну, вот сейчас, например, вот текущий, там, какое-то вот, ну, сохранение этой консолидации по нефти Brent, мне кажется, это вообще из-за погодных условий, потому что есть определенные, там, ну, ураганы вокруг побережья, там, США, которые все равно каким-то образом поддерживают ценность пока этого сырья, что есть вероятность, там, сокращение производства на этом фоне, и, соответственно, спрос пока что еще не падает, ну, несмотря на то, что, ну, вот, первую волну спрос упал, понятно, там, из-за того, чтобы почти все производство стало, ну, и куда, собственно, тратить, то есть никому ничего не нужно. Сейчас пока такого вот вступления нет, но если последствия второй волны будут такие же, ну, а почему бы на Brent не увидеть отрицательные цены даже? Вполне, то есть даже такой расклад может быть. И вот сейчас, например, вот в текущей ситуации, вот для меня вот уровень 42, он такой, как бы, он и вверх, и вниз. То есть и до 46 можем прогуляться, а может быть, это будет такая хорошая отправная точка туда, прям вот в самый низ, плавненько, поступенчато, так спускаться, спускаться, сначала там на 36, потом на 30, потом на 20, сколько здесь, на 27 кольнуть, потом уже там спуститься к 22, ну, и туда все потихоньку ниже, ниже, ниже. И такой расклад тоже вполне может быть. Хочется, наверное, чисто вот по-человечески, чтобы этого не было. Потому что в первую волну на нефть очень много у нас пострадало от трейдеров, которые, ну, на сырье работали. Ну, и, по сути, как бы не хочется, чтобы остальных, которые тогда выжили, добил его вторую волну. Вот, поэтому, наверное, просто лучше, вот на мой взгляд, позиции сейчас лучше просто воздержаться от каких-то спекуляций именно на черном золоте. Слушай, ты случайно для САКС аналитику не готовишь? А то золото по 3 тысячи, отрицательный цен на бренд. Нет, нет, не готовлю. И, кстати, даже не читаю, но просто я думаю, что есть такой же все-таки, наверное, как сказать, ну, постулат, наверное, для рынков, да, что у нас история повторяется. И, ну, а почему бы бренду не повторить историю WTI? Особенно, если, как бы, у нас реально будет последствия для экономики от второй волны еще хуже, чем они были там от первой волны. И, соответственно, реальный сектор пострадает еще больше. Ну, и тогда, как бы, ну, WTI вообще, в принципе, все понятно, тогда нефтяники техасские просто все уйдут куда-нибудь, обанкротятся. И, может быть, у нас, в принципе, данный вид нефти пропадет. Да, и тикер уйдет из терминалов, ну, и, соответственно, все будет очень грустно. И это будет, кстати, очень крутой удар для экономики тоже штатов, потому что туда, в нефтяной сектор, тоже влили деньги для того, чтобы он хоть, ну, почувствовал себя адекватно. А если все вернется туда же, будут ли вливать второй раз? Очень большие сомнения у меня. Поэтому, да, шоковый сценарий, ну, блин, лучше быть готовым к шоковому сценарию, чем, на самом деле, верить в чудо, ждать, да нет, все будет хорошо, все пройдет гладко, верим в восстановление. Шейхи не дадут упасть нефти там ниже, и все. И в итоге обжечься на этом. Поэтому, на мой взгляд, лучше пересидеть, перетерпеть. Слушай, ну, я, по крайней мере, наверняка знаю, как можно будет назвать этот ролик теперь. Вот это точно, я знаю наверняка. Ребят, так, друзья, напоминаю, что сегодня с нами были эксперты проекта «Аналитика онлайн» Глеб Задой и Евгений Бовлер. Ребят, спасибо вам. Я думаю, что интересная беседовка получилась. Забрали мы много активов, буквально все сектора. Круто поговорили о выборах, дали свою оценку. Кто-то Трамп, Пайден. Ну, попробовали объяснить, почему. Мнение точно должно было сформироваться. Вводных достаточно. Друзья, за вами только принимать решение, как действовать. И краткосрочные были рекомендации, средне-долгосрочные. Выбирайте, что больше нравится вам. Торгуйте профитно. Ну, я думаю, что мы с ребятами будем периодически собираться и разбирать рыночную ситуацию. Также давать вам новости, фундаменты, не только, и технику, как бы подспорье в принятии решений. Ребят, большое вам еще раз спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok